Вот у кого из вас айфоны? Наверняка у многих. А у кого из вас HTC? Это те люди, у которых не хватило на айфоны. Не, ничего не имею против людей, у которых HTC. Просто у вас не хватило денег на айфоны, у вас нет вкуса. И вы программистик наш, скорее всего. С вот такой рубашкой и ремешком здесь, и ходите вот так, с косой волос. Так вот, некоторые говорят, у меня крутой телефон, у меня Nokia, смотри, как классно светит. Фонарик есть, да? Класс. Давно-то говорили, очень долго, зарядку долго держат. Мне ноутбук крутой не надо, у меня вот мини-покетбук за 15 тысяч, асер. Нормально. MacBook? Я что, дурак, что ли? 60 тысяч за бренд переплачивать. Дурак я, что ли? Как мне говорят, в бизнес-классе же дураки летают. Я, человек в нормальном уме, вместо 12 тысяч заплатит 45 за перегородку. А в бизнес-классе едут люди, которые смеются над теми, кто в первом классе. Я что, буду переплачивать, что в первом классе? А, ну вы не знаете, да, что есть в первом классе? Ладно. И эти люди говорят, эти люди говорят, я считаю, эти люди, которые очень любят считать, я считаю, что машина нужна, чтобы ездить с точки А, точку Б. И вообще глупо машину в Москве покупать, потому что пробки. Метро очень красивое, архитектурный шедевр. И вообще я люблю ходить пешком, выбраться в центр и ходить пешком. А мне машина нужна, мне нужны разумные решения. У меня отличный расход по бензину, например, по городу. Разумная страховка. Не переплачиваю налоги за мощность. Надо быть таким дураком, который переплачивает за лишние лошадиные силы. Мне это не важно. Главное добраться к Икеи хватает. А этих людей, которым машины нужны ради понтов, я не понимаю. Нужно быть дураком, чтобы машину покупать Астон Мартин с такой подвеской. Надо быть идиотом. У меня на моем Рено Кенгу высокая подвеска. Я могу ставить на бордюры. Одежды, я считаю, не главное. Главное, я вот эти бренды не понимаю. Я покупаю обувь в эко-компании. Главное, чтобы была удобная. Я вообще, мне 40 лет, я до сих пор хожу в кроссовках. И в черных гробовых ботинках, которые я не чистил. Ну, конечно, они у меня грязные. Как вы хотели ходить в Москве? Тут ведь грязно. Ботинки, как можно здесь, никак невозможно. Невозможно ходить. Я этих людей не понимаю. Дочи Габбана носят такие ремни. Недалекие люди ходят в Сохо-Румс. А я слушаю Дэвида Буэ. Я творческий человек. Я ученый. Я, я другой. И заставка всей этой рекламы такая. Очнись ты, бедный.